Напомню сегодняшнее евангельское чтение, Евангелие от Мути, 8 глава. Некий человек именем Иаир, начальник синагоги, у него была дочь больная, и он пришел и просит, чтобы Христос пришел и исцелил его дочь. А в это время Христос проходит и окружает множество народа, все теснятся всех сторон. И вдруг он останавливается и говорит, кто-то ко мне прикоснулся. Ученики говорят, Господи, да со всех сторон теснят тебя. Он говорит, нет, я слышал, как сила изошла от меня. То есть кто-то прикоснулся не просто так, мимоходом, на всякий случай, а прикоснулся так, что с верой, с великой верой кто-то прикоснулся. Вот это мы должны отметить, что прикасаться ко Христу в молитве или как-то нужно не просто так, на всякий случай. Тогда мы ничего не получаем. Ну, как все люди теснили его, прикасались, проходили мимо, удивлялись, дальше искали чудес, смотрели, где бы какое чудо увидеть. Только и всего. Но эта женщина, которая 12 лет страдала болезнью, болезнь такая, что не каждому расскажешь ее. И это была последняя надежда. Я только прикоснусь и исцелюсь. И когда он остановился и сказал, то она открылась сразу, сказала, что это она прикоснулась. И по какой причине это сделала? И он отвечает, иди, вера твоя спасла тебя. И в это время приходит Иаира из дома его, где у него 12-летняя дочь заболела. Эта 12 лет страдает болезнью, а та 12 лет заболела. И говорят, господин, не утруждай учителя, ибо дочь твоя умерла. Но господь говорит, только веруй. И приходит, господь берет ее за руку и говорит, девица, встань. И она встала. А когда пришли и сказали, что она умерла, то господь говорит, она спит. Над ним смеялись. Когда все знали, что будто она умерла. Но господь ее восстановил. Только веруй. То есть, по вере, господь может даже мертвого восставить. Такая вера. И здесь мы видим образы двух вер. Это верило в то, что только прикоснется к одежде его. Тайно хотела это сделать, чтобы никто не знал. И она получила исцеление. А здесь верь. Только верь. И спасена будет дочь твоя. И не написано, как он, что на это ответил, Иоир. Но, по-видимому, была у него эта вера. Когда пришел, и дочь его стала здорова. Вот это евангельское ощущение должно нас только к тому, что мы можем взять из этого. А то, что с какой веры мы часто прикасаемся ко Христу. Приходим в молитве, приносим. Господи, помоги. Господи, исцели. Господи, благослови. А какая в это время в нас вера? Или просто так, чтобы, ну, как все, Господи помилуй, и пошел дальше делать свои дела земные. То часто ничего не получаем мы от этого. А почему не получаем? Да потому что и веры-то было, не было, скажем, никакой веры-то и не было. А так, это по привычке уже, как сказать, по традиции. Перекрестились, сказали и пошли. Поэтому часто мы и ничего не получаем. Часто не получаем мы в молитвах, когда просим, и потому что просим не то, что нужно. Мы даже не знаем, чего нам более полезнее будет. А больше всего просим чего? Как делали исследование, когда привозят какую-то святыню. Там привозили в Москве поезд Пресвятой Богородицы. И сделали исследование. А что люди больше всего просили? Но больше всего просили, конечно, только то, что здесь, на земле, чтобы было хорошо. Чтобы квартиру получить, с работы, чтобы не уволили. В расположение начальника на работе. Муж ушел, чтобы муж вернулся. Удачно замуж выйти, чтобы хороший был муж, не пьяница и прочее. Все с такими просьбами-то приходили. И нет ни того, что, Пресвятая Богородица, утверди нас веру, ты видишь, что мы в безверии погибаем. Таких просьб почти и не было. Я видел книгу про житие преподобной Матроны Московской. И там книга так разделена, лист читаешь пополам. Здесь ее житие, а здесь записки, которые люди подают на молебен у мощей преподобной Матроны. И о чем просят. Просьбы все те же самые. Прочитал, там, может быть, сотни этих записок было. И все только одно и то же. Тоже, чтобы было хорошо здесь, на земле. Одна только, по-моему, записка. Нашел, которая была сказала, Господи, совсем нет у меня веры. Ну, утверди, чтобы я горела любовью к тебе. Единственная записка изо всех этих была. Так не получаем. Почему не получаем? Да потому, что нет той веры, какая была у этой женщины. И той веры, которая была у Яира. Поэтому мы должны постоянно, Господи, утверди во мне веру в тебя. Чтобы всем сердцем, всей любовью горела к тебе, Господи. Чтобы вера была у меня не просто такая вера, скажем, душевная, как говорят. А я в душе верю к Богу. Так и бесы веруют, но трепещут. Чтобы не такая вера была у меня, а такая вера, чтобы она могла дать нам то, что мы просим. То есть, прикасаться не на всякий случай, а прикасаться с твердой верой в то, что Господь мой, Иисус Христос, умер ради меня, ради моего спасения, и воскрес, чтобы и мне иметь воскресение в день Его Второго пришествия. Аминь. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже.